Почему решили, что они заболели бешенством? Они анализы убрали. Да, анализы убрали. Как все получилось вообще история? С чего началась, чем заканчивается? Собака кусала. Чужая собака не ваша. Чужая. Покусала ягненка? Да. И что с ягненком случилось? Вздох. Когда? Через четыре дня. Ну а врачи-то как узнали, что он бешенством болен был? Голову отрезали и увезли на экспертизу. И оказалось, что от бешенства умер? Да. Мы позвонили, у второго-то началась пена изо рта идти. А со вторым что случилось? Температура была. Все, они его усыпили. А собаку так и не нашли? Нет. А раньше ее не видели никогда? Нет. Вот по весне она появилась и сейчас бегает, видимо. А карантин в чем-то включается? Что мясом нельзя торговать? Почему? Ограничительное мероприятие на населенный пункт. В данном населенном пункте сейчас в течение двух месяцев, вот с 11 июня, значит, нельзя передвигать животных. Завозить, вывозить. Вот все. Мы за этим следи, там, ни одного поставить, ни ГИБДД, там, не знаем. Ну как, тут, собственно говоря, это все на совести граждане оповещены. Прежде чем куда-то, значит, выезжать с животными или завозить животных, для этого необходимо, значит, ветеринарные сопроводительные документы, которые, так сказать, необходимы в пути следования. Соответственно, будет обращение в ветеринарную службу, мы документы такие не будем принимать, согласовывать ввоз животных на данную территорию мы также не будем, будет повещение о том, что неблагополучно в данный момент.